Салют всем, друзья, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Checkerout, а это прослушка. Прошу прощения за мой голос, если что, я просто приболел, валялся тут с температурой и так далее, особо желания вообще что-либо делать не было, сегодня полегче. Вот, вышли новинки, очень много разного всего, я не знаю, когда я все это запилю на канал, но что-то да будет, в общем. Но начнем мы, конечно, знакомиться с релиза от Скриптонита и Наймана, Павлодар из Бэк. Я думаю, многие олдовые фанаты, которые давно знают о Скриптоните, там с 2000... Ну вот я лично знаю с 2013, по-моему, или 2014 года. Короче, когда Выбор вышел, клип, и я тогда копался, и я наткнулся на этот трек, вот, и я его долгое время гонял у себя в плеере и так далее, в плеере. Ну, Вы поняли. Вот, и, собственно, в 2020 году они представляют эпишку, и я думаю, у нас здесь тот самый саунд, может быть. Короче, не знаю, давайте, что гадать, давайте слушать, знакомиться с эп. Это что, сейчас будет трэп? Охренеть, это же... Ти-ай, что-то... Янг Джизи... С ума сойти, это же рэп... Десятых, может, годов. Эй, эй, эй. Ну-ка. Круто. Фанфары эти, вообще... Начало крутое. Ну, звучок, конечно, вообще жесть. О, нет. Вот это уже новенькое. Неплохо, неожиданно даже. Ваат? Стоп, 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 стоп. Мне нужен джинниус. Это что за пушка? Эй. А? Это что за пушка? Так, заново включаем. Шикарно. Шикарно. Расскажи, зайдешь. Не видишь, как скупят их. Самки пестят, тебе брут. Поцелую, зайду. Это же... В криптонитном припеве, алё. По весне станет видно, кто где срал, понятно вам. Круто, круто. Охренеть, вообще... Неожиданного было услышать. Очень кочевая тема. Бит шикарен. Дэм, блин. Что ты сказал? Хе-хе-хе. Это круто. Круто. Пушка! 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 Так, Хроник это как альбом Дактор Дре, да? Или ещё как чё? Хроник, ну чё это? Хронический, а, постоян, а, у него есть типа, ну, постоянство, а у тебя только Спайс, либо нет, я может не догнал. Ну, короче, про то, что, ну факт, что здесь ещё как-то отсылают к альбому Дактора Дре, это, ну факт. Так, тоже неплохо, в принципе. Но Газолин, это прям вообще пушка. Что-то тихий такой, а? Найман тут хорош вообще, наконец-то он начал читать. Ну, я к тому, то, что, ну, почему он наконец-то начал читать и так далее. Его долго не было слышно, и чисто он делал питы и так далее. И вот недавно там какие-то треки выходили, и вот и Пишка, и ещё и со скриптонитом. Вау. Класс. Ну вот и всё. Четыре трека. Мало, конечно. Блин, крутая Пишка. Однозначно все треки можно спокойно слушать. Очень крутая пластинка. Оба хороши здесь. Ну, мне, конечно, больше понравился криптонит и его строчки. Я ещё перечитаю, переслушиваю и так далее. Вот, биты. Вообще топовые, но вот на Газолине самый-самый, наверное, качёвый. Ну, просто он более-менее трендовый такой. Чё ещё сказать по альбоме. Крутая обложка, ну, это однозначно вообще темы, ну, чё-то как-то, в принципе, были уже понятны. То есть, где-то и про наркоту, и про, там, отсылки. То есть, не отсылки, а 10, там, каких-то сосуночков, которые лезут там в рэп и чё-то пытаются, чё-то доказывают, выпендриваются и так далее. Вот. О своей жизни уж и так далее. Ну, по сути, всё, в принципе, понятно. Просто неплохой EP от Скриптонита и Наймена. Я чё хотел сказать. Вот сегодня у нас какое число, когда я слушаю это? 13 ноября. Альбома от Трувера до сих пор нет. 2020 год подходит к концу. Я требую альбом от Трувера. Почему выходит EP без Трувера? Хотя бы EP. Ну, то есть, я понимаю, он... Он пилил там какие-то EP-шки и так далее. Может, он просто не готов ещё к альбому. Либо... Я не понимаю, в чём дело, если честно. Он... Ну, даже... Мне вот ещё не нравится то, что, ну, музыканты, они не дают какие-то комментарии по этому поводу. Может, у них там тёрки какие-то на лейбле, не знаю. Ну, такое бывает. Может, он просто сам, типа, не готов ещё представить этот альбом. Фиг знает. Но очень хотелось бы услышать. 104-й вот представил в этом году. Шикарный альбом. И свалил с лейбла. Вот. От Трувера тоже хочется услышать уже альбом. И я надеюсь, что в этом году. 2020 всё-таки. Год казахов. По-любому. Они в этом году были очень крутые. И было бы круто, если и скриптонит ещё что-нибудь представил. Я, конечно, пока буду гонять чё-то. Но, в принципе, не откажусь ещё от чего-нибудь. На этом всё. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Check it out.